В эфире информационная правовая программа «Де-факто». Мы рассказываем о событиях в мире криминала и о тех, кто борется с преступностью. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Закурил, уснул, сгорел. Итог трагедии в Добружском районе. Мужчина сидел на рельсах и не услышал гудка поезда. В Гомельской области объявлено штормовое предупреждение и введен запрет на посещение лесов. Он вошел без спроса, закурил и уснул. Сам погиб и оставил всех жильцов без крыши над головой. Таков печальный сюжет трагедии, разыгравшийся в прошлое воскресенье в Добружском районе. В этом двухэтажном доме, расположенном в центре небольшой деревни Иваки Добружского района, не один десяток лет мирно и спокойно жили люди. Вели хозяйство, растили детей. Всё шло своим чередом, пока престарелая хозяйка одной из квартир не переехала в Гомель. В конце февраля этого года из мест лишения свободы в деревню вернулся 47-летний мужчина-уроженец этой деревни. Прознав, что жилплощадь пустует, он вскоре облюбовал квартиру, объяснив соседям, что проживает с разрешения хозяйки. В данном доме, в этой квартире проживала женщина-инвалид второй группы. Она уехала к сестре. Дом был закрыт. Погибший, шесть раз судимый, никогда не работавший, бродяжничал. Вот потому он и проник в этот дом, взломал замок. Ну и произошел пожар. Так он и сгорел. Специалисты склоняются к версии, что зайдя в очередной раз в квартиру, мужчина закурил и уснул. От тлеющей сигареты и произошло возгорание. Огонь в считанные минуты по деревянным конструкциям перекинулся на крышу. Цена пришла, говорит, горим. Только я вышел, мне железное дерево на него и выкинул. Только открыл дверь, огонь как пошел. Все. Как? Я говорю, давай простынь, будем опускаться вниз. Ну, тут лестницу поднес. Я сперва ее выпустил. Она по лестнице, тут ей холсты сняли. А я, допустим, дошел за лестницу и спрыгнул. По прибытии спасателей все жильцы дома уже успели покинуть свои квартиры самостоятельно. Кровля полностью была объята огнем. Происходило ее обрушение. Из окон квартир также вырывались языки пламени. Несмотря на то, что было задействовано четыре отделения спасателей и прибыли они довольно оперативно, спасти имущество в трех квартирах второго этажа не удалось. Что омали, все разломали. А как? Ну, как? В этом дому, да? Сперва керамзит летит, да? После керамзит летит лен. Ну, а так-то, не знаю. Как оно не вспыхнет? Это что? Это же порох. Тот самый порох. Порох, что делает сальна. Леонид Дмитриевич – единственный из соседей, кто в сложившейся чрезвычайной ситуации поступил правильно. Увидев, что подъезд полностью заполнен дымом и на лестничной площадке вовсю бушует пламя, он плотно запер двери, чем спас себя и сохранил практически все свое имущество в квартире. Соседи оставили двери нараспашку, спешно покидая жилище. В настоящее время решается вопрос либо о сносе данного дома, либо о его восстановлении. Что будет, в общем-то, более целесообразно. По поводу жильцов, жильцы распределены по ближайшим деревням либо в одноблочные жилые дома, либо в дома, которые предоставляет Добружский коммунальник. Тело погибшего без признаков жизни было обнаружено в комнате под элементами обрушившихся строительных конструкций. В настоящий момент Добружским районным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту гибели мужчины. Назначен ряд экспертиз. При поступлении материалов проверки по факту данного возгорания, нами будут детально изучены все обстоятельства возникшего возгорания. Сделан вывод о месте возникновения первоначального горения и непосредственной причине пожара. Нарушение правил безопасности вблизи железнодорожных путей зачастую заканчивается весьма печально. Очередной смертельный случай произошел в Гомеле. 45-летний житель областного центра поздним вечером в минувшее воскресенье уселся прямо на железнодорожное полотно вблизи железнодорожного переезда по индустриальному проезду в Гомеле. На сигналы приближающегося состава он никак не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но остановить груженный локомотив в сию секунду не удалось. Мужчина скончался на месте от полученных травм. Погибший умер от сочетанной травмы тела. У него были обнаружены множественные переломы костей скелета, черепа, позвоночника и конечностей. Признаков насильственных действий со стороны третьих лиц обнаружено не было. Что касается находился или нет в состоянии алкогольного опьянения, то в данный момент проводятся соответствующие экспертизы. Несмотря на серьезную профилактическую работу и тенденцию к снижению количества погибших на железнодорожных путях в сравнении с прошлым годом, с начала этого года от столкновения с железнодорожным транспортом в Гомельской области погибло 6 человек. На Гомельщине созданы все условия для безопасного отдыха на воде. Однако жители области все равно тянет на необорудованные пляжи. К слову, именно на них произошли все трагедии этого года. В этом году в Гомельской области вода погубила 18 человеческих жизней. Пятеро утонувших – дети. Среди основных причин, которые сформировали грустную статистику – купание в запрещенных местах и нахождение там в состоянии алкогольного опьянения. Цифры, по словам специалистов областной организации «Освод», довольно серьезные. Однако они ниже по сравнению с прошлогодними данными. Снижение наблюдается последние три года. Все это – итог жестких организационных мер и массовой профилактической работы. Беда всех несчастных случаев – это все-таки, подчеркну, чрезмерное злоупотребление алкоголем. Часто происходят случаи, когда компания отдыхает, и товарищи просто не видят и не контролируют, куда делся их приятеля. Самое главное, что я могу предложить все-таки – выбирать для отдыха все-таки официальные пляжи, которые присутствуют практически в каждом, но как минимум районном центре, городе, населенном пункте. К слову, все несчастные случаи этого года произошли именно на необорудованных пляжах. При этом официальных в регионе насчитывается более чем 40, и на каждом из них безопасность обеспечивают посты «Освода». Благодаря их работе с начала года был спасен 41 человек. И все же на фоне такой статистики и снижения общего количества погибших, расслабляться спасатели не спешат. Как раз на этой неделе синоптики обещают аномально высокую температуру воздуха. А как известно, чем выше показатели термометров, тем выше и вероятность трагедии на воде. В ближайшие дни температурный фон еще повысится. На большей части территории области максимальная температура воздуха днем достигнет 30-34 градусов. В Гомеле – 30-32. В отдельные сутки и 34 тоже. По данным синоптиков, сейчас температурный режим выше нормы на 4 градуса. В эти выходные и вовсе ожидается аномальная жара до 38. Пик придется на Гомельский, Брагинский и Чечерский районы. Температура воды на данный момент также превышает оптимальную – 22 градуса. Учитывая такие условия погоды, специалисты призывают быть особо внимательными и осторожными во время нахождения на открытом солнце и проводить свой отдых только на официальных пляжах под контролем спасателей. Снова в наш регион пришла жара. Официально объявлен оранжевый уровень опасности. Аварийно-спасательные подразделения МЧС и лесная охрана находятся в состоянии повышенной готовности. Во многих регионах области введен запрет на посещение лесов. На термометрах выше 30 градусов. А значит, к традиционным пожарам в жилищах и на приусадебных участках граждан добавляются возгорания в экосистемах. Их пик в этом году пришелся на начало дачного сезона – апрель-май. Крупного огня в лесном массиве, как это было в прошлом году, пока, к счастью, удается избежать. В настоящее время у нас сохраняется высокая пожарная опасность лесов. В Василевичах, в Мозоре, в Гомеле, в Брагине сохраняется четвертый класс пожарной опасности, который характеризуется высокой степенью гримости лесов. Ощисляется авиационное патрулирование дважды в день. Ощисляется мониторинг мест, посещение, в том числе места отдыха населения. Практически по всей области действуют запреты сейчас на посещение лесов. В ближайшем к областному центру лесхозе говорят, что еще три года назад в период запрета они привлекли к ответственности около 300 человек. По прошлому году эта цифра сократилась более чем на треть. И тем не менее здесь не снижают бдительности. Ежедневно обследуют лесные угодья и готовы оперативно собственными силами локализовать возгорание. Запрет означает, что запрещено в лесу собирать ягоды и грибы, отдыхать, перемещаться на транспортных средствах. Вся лесная охрана проводит патрулирование и рейдовые мероприятия. Несознательные граждане будут привлечены к административной ответственности. Штраф за нарушение запрета на посещение лесов будет достигать до 25 базовых величин. Запрет на посещение лесов может быть снять в случае прохождения обильных дождей. Всю информацию по данному вопросу вы можете узнать на сайте Гомельского лесхоза. 11-й областной смотр конкурс профессионального мастерства среди подразделений и сотрудников полка патрульно-постовой службы милиции УВД Гомельского областполкома прошел в Гомеле. 36 человек состязались в служебной и медицинской подготовке. Сдавали правила дорожного движения, выполняли упражнения по физической и огневой подготовке. Венцом соревнований стал служебный биатлон. Самый зрелищный этап, да, он такой самый тяжелый, можно сказать. Там надо быстро бежать, надо точно стрелять, надо уметь владеть оружием, потому что надо оружие собрать, разобрать, снарядить патронами и непосредственно поразить мишени. По итогам смотра конкурса победители в отдельных номинациях получили дипломы и кубки. В командных соревнованиях победу праздновала команда 1-й роты ОМОН полка ППСМ УВД Гомельского областполкома. 80 лет со дня основания службы. Госавтоинспекция отметила свой профессиональный праздник. С каким настроением и с какими показателями подошли к этой знаменательной дате сотрудники ГАИ, узнали наши корреспонденты. Государственная автоинспекция была создана в Гомеле в 1936 году. За это время менялись форма, техника, транспорт. Неизменной осталась главная задача – контроль за дорожным движением. Каждый год количество автотранспорта на наших дорогах увеличивается примерно на 20%. Сейчас за рулем авто каждый третий житель Гомельской области. Между тем, уровень дорожно-транспортных происшествий за счет профессиональной организации дорожного движения и мер, которые принимаются в этом направлении, имеет тенденцию к снижению. К слову, белорусский опыт по организации дорожного движения по законодательной базе, которая существует в нашей стране, давно оценили коллеги из соседней Брянской области России. Моё субъективное мнение – законодательство Республики Беларусь, оно немножко жестче и строже в целом, чем, скажем так, на территории Российской Федерации. Это приносит свой профилактический эффект, безусловно. Ну, я не знаю, как можно сказать, что некая такая славянская ментальность требует все-таки жесткости, потому что агитировать в настоящее время, скажем так, грубых нарушителей правил дорожного движения очень сложно. И конфискация транспорта после повторного управления, состояния пенения, я считаю, что эта мера очень действенна. Редактор субтитров А.Семкин